Сегодня казахстанцы отмечают День независимости, самый главный национальный праздник страны. Ровно 27 лет назад, 16 декабря 1991 года, Казахстан начал свою новую историю, провозгласив себя независимым государством. В тот день Верховный Совет принял закон о государственном суверенитете. Как это было, расскажет Марала Манжулова. Исторические кадры Нурсултана Зарбаев после всенародных выборов 1991 года принимает присягу. Уважаемые казахстанцы, торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. После церемонии инаугурации главы государства впервые в зал Дворца Республики Валматы внесли небесного цвета флаг суверенного Казахстана и зазвучал гимн уже независимой страны. Через неделю после официального вступления в должность 16 декабря 1991 года президент подписал самый главный и самый нужный на тот момент Конституционный закон о государственной независимости Республики. За 27 лет Казахстану удалось выйти из экономического кризиса и стать ведущей страной по привлечению иностранных инвестиций. Нидерланды, США, Швейцария, Китай вложили в экономику Казахстана десятки миллиардов долларов. Казахстан как региональный, скажем так, лидер, он привлек более 300 миллиардов долларов США. У нас на законодательном уровне улучшаются какие-то инвестиционные моменты. Плюс мы проводим очень большую имиджевую работу. В рамках, например, визитов главы государства мы очень много проводим встреч именно с первыми руководителями мировых компаний. За годы независимости Казахстан успешно интегрировался в мировую экономику, вступив во Всемирную торговую организацию. Активно наша страна работает в рамках Евразийского экономического союза. За это время Казахстан добился очень больших успехов. Он глубоко интегрирован в международные процессы, вступил в основные финансовые экономические институты, является признанным локомотивом региональной интеграции. Проведение Экспо-2017 первого саммита ОИС по науке и технологиям других крупных форумов вошло в летопись национальной истории. Перечислять наши достижения можно долго. Положительно оценивают эксперты и демографическую ситуацию. Так, с 1991 года численность казахстанцев увеличилась более чем на 2 миллиона человек и уже превысила планку в 18 миллионов. Но самое главное, считают специалисты, стране удалось сохранить стабильность и межэтническое согласие.